Всем привет, ребята. Иду уже домой. У нас вечер. В общем, клиентов сегодня вообще никаких не было. Практически два человека, так что понятно в такой ситуации. Что было вообще выходить, я считаю. Ладно. На выходных все равно, в центре мало кто. Не, вообще люди ходят, но так, в торговые центры. Так людей немного. Сейчас, говорят, опять какой-то взрыв был. Тревога. Походу, где-то в области, наверное. Но это не точно. Теперь надо успеть на транспорт. Ибо же придется брать такси. Уже темнеет. И в зависимости от того, сколько, как кто добирается и сколько людей сейчас. В общем, какой ажиотаж, да. Будет зависеть от этого стоимость. Вот. Но хорошо, что можно в приложениях это узнать. Будем смотреть. А тут, походу, будут делать реконструкцию. Но это не точно. Может, это уже давно висит. Потому что, даже если кто-то предполагал это делать до войны, то сейчас, наверное, нет смысла. Даже вон несчастный домик. А, ну, смотри. С выбитыми окнами. Какой-то тут захолусть. А, ну, а тут кто-то живет. Слушаешь? Ну, там даже что-то плымает. Какая-то сигнализация, что ли. В общем, старое тут место. Вы, ребята, особо не смотрите, что немножко оно разваливается. Я так понимаю, что тут такой спуск, который очень сложно удержать. В общем, это все. Этот весь грунт, эту сумаску очень сложно удержать. В общем, само по себе такое строение. Ну, а здесь, конечно, какая-то заброшка. Не знаю, что это. Интересовалась, очень редко тут ходим. Она хоть не взорвана, а тут иногда показываешь, что это просто развалилось от времени. Потом смотришь, блин, это не от времени. От времени, да? Да, ну, видно, что. Угу. Угу. Расточит. И тут такая заброшечка. Блин, что это, господи. Ну, просто во всех городах есть такие места. Особенность в Германии, в Амбурге, это были тупики. Идешь по улице, идешь, ну, фиг тебе, тупик. Ну, у нас такого я особо не знаю. Всегда есть какой-то обход, переход. Так что... ... ... ...